В одной из шахт Северной Каролины недавно был найден кусок китового ребра. Ничего особенного, подумает кто-то. Почему бы киту не быть шахтером? Верно. Но этот фрагмент дает ученым уникальную возможность взглянуть на взаимодействие доисторических акул и китов, происходившее примерно 3-4 миллиона лет назад. Дело в том, что ребро украшают три следа от зубов. Они означают, что кит когда-то был сильно укушен животным с супермощной челюстью, судя по расстоянию между следами зубов, а оно достигает почти 6,5 сантиметров, этим животным мог быть мегаладон. Или же это может быть другой вид акул, обитавший в то время. Искривление челюсти акулы показывает, что животное было относительно небольшим, от 4 до 6 метров в длину. Что касается кита, то он, по-видимому, является предком синего или горбатого кита. Исследователи поражены. Обычно не ожидаешь найти свидетельства взаимодействия и поведения животных, сохранившиеся в окаменелостях. Изучив образец, они пришли к выводу, что акула должно быть ушла с полным ртом, а кит выжил, потому что большая часть ископаемого фрагмента покрыта так называемой плетеной костью. Она быстро формируется в ответ на локальную инфекцию. Такая кость не отличается особой прочностью, и впоследствии организм перестраивает ее в компактную костную ткань. Но на это требуется довольно много времени. Наличие этой кости означает, что процесс заживления был неполным, и кит скончался через 2-6 недель после злополучной встречи. С другой стороны, его гибель могла быть не связана с инфекцией и травмой. Лишь немногие окаменелости свидетельствуют о подобном взаимодействии между древними животными. Часто на окаменелостях можно найти следы укусов, указывающие на то, что животное скончалось, и его тушу обголодали падальщики. Но эта окаменелость – один из немногих примеров, которые не только демонстрируют рану, нанесенную другим животным, но и свидетельствуют о том, что добыча выжила. Все ископаемые находки интересны для палеонтологов. Да, им нужно чаще выходить на улицу, но некоторые могут показаться устрашающими для обычных людей. Например, посмотрите на это изображение рук щупалец и головы восьмиугольной формы. Когда она впервые появилась в СМИ, интернет-пользователи утверждали, что это какой-то древний организм, прилетевший из космоса. Другие считали, что это фейк. Но на самом деле и фотография, и окаменелость – настоящие. Эта окаменелость известна как смертельная пластина. Окаменело изображение массового вымирания одного или нескольких видов. На самом деле окаменелость содержит более дюжины образцов морского организма, называемого криноидом. Несмотря на свой внешний вид, криноиды – это не растения, а морские животные. Этот конкретный вид обитал глубоко под водой на морском дне. Криноиды были родственниками морских звезд и морских ежей. Эти существа могли прикрепляться к морскому дну с помощью стеблей, состоящих из гибких пористых дисков, соединенных мягкими тканями. Стебли были полыми, и именно там располагалась нервная система животного. Криноиды поглощали кислород через тонкостенные трубчатые ноги. Обычно эти существа достигали в длину более 20 сантиметров и имели пять рук, покрытых перьевыми структурами, похожими на щупальца. Они питались планктоном и органическим материалом. Несмотря на то, что находки окаменелостей кажутся очень интересными, мало кто из ископаемых существ так сильно смутил ученых, как монстр Талли. У этого диковинного морского существа было зубастое, похожее на ховод рыло, и глаза, расположенные на жестком стержне. Но что самое странное, его невозможно было классифицировать. Исследователи рассматривали различные организмы, например, кольчатых червей, плавающих слизней и примитивных существ, похожих на угрей, с тех пор, как монстр был обнаружен в 1966 году. Недавно они даже попытались связать его с некоторыми видами бесчелюстных рыб, с позвоночными структурами. Группа ученых из Японии использовала лазерные сканеры высокого разрешения, чтобы изучить анатомию окаменелостей монстра Талли в трехмерном изображении. Они пришли к выводу, что загадочное ископаемое может быть беспозвоночным, и все же истинная личность существа остается неустановленной. В 50-х годах прошлого века любитель ископаемых Фрэнсис Талли нашел призрачный отпечаток торпедообразного организма с огромным хвостовым плавником в ископаемых отложениях Мазон Крик в Иллинойсе. Талли никогда не видел ничего похожего на торпедообразное существо. Он отнес свою находку в Чикагский музей естественной истории имени Филда, работающие там палеонтологи тоже были озадачены. С тех пор ученые так и не смогли определить, какое место занимает это существо на филогенетическом семейном древе. В 1741 году исследователь и капитан по имени Витус Йонасен Беринг возглавил экспедицию, чтобы составить карту побережья Аляски. Корабль, на котором он плыл, потерпел кораблекрушение на месте, которое позже стало известно как «Остров Беринга». Половина экипажа выжила благодаря находке чрезвычайно крупной морской коровы. Питаясь мясом этих животных, моряки смогли построить из обломков небольшой корабль и вернуться домой. На обратном пути ученый, который находился среди них все время, документировал найденных животных и растения. Особенно интересной была морская корова, без которой экипаж не выжил бы. Эти животные достигали в длину более 8 метров и весили около 10 тонн. Все морские коровы относятся к отряду сирения, морским млекопитающим, более близким к слонам, чем к коровам. По описанию ученого, у них черная кожа, маленькая голова и короткие передние конечности. Эти морские коровы плавали на поверхности воды, пережевывая водоросли. После того, как информация об этих животных получила широкое распространение, экспедиции по торговле мехом морской выдры стали использовать этот удобный склад на пути следования. Морские коровы были послушными, и на них можно было легко охотиться. Короче говоря, через 27 лет после того, как ученый упомянул этих животных, они вымерли. Но это не самое печальное. Ископаемые раскрывают гораздо более глубокую и мрачную историю. Окаменелости морских коров были обнаружены по всему миру, от Японии до Мексики. Это означает, что когда-то это животное процветало в обширных зарослях ламинарии вокруг всего Северного Тихоокеанского кольца. Возможно, обнаруженная экспедиция и небольшая популяция – это последние остатки некогда гораздо более многочисленной и здоровой популяции. Скорее всего, охота бомбинов уже сократила численность этих животных до уровня, близкого к исчезновению. И последний удар нанесли западные охотники. На ныне живущих близких родственников тех древних морских коров охотятся редко. Тем не менее, они сами находятся под угрозой вымирания. Некоторым это удивительно ископаемое может показаться немного тревожным. Чечевица рабов. Это окаменелость, принадлежащая животным под названием нумулиты. Они жили и процветали в теплом мелководном море, покрывавшем часть территории Египта около 40 миллионов лет назад. Название нумулиты намекает на то, что крупные экземпляры напоминают монеты. А в египетском фольклоре их даже называют деньгами ангелов. Эти существа имеют простую одноклеточную структуру, что контрастирует с их сверхсложным скелетом. Посмотрите на этот ряд спиральных перекрывающихся витков. Каждый виток разделен на бесчисленное множество крошечных камер. Нумулиты могут вырастать до 10 сантиметров в диаметре. И все же это окаменелости одноклеточных животных, родственных амебам. Как и почему они стали такими большими? Причина может заключаться в их симбиотических отношениях с другими более мелкими организмами. В случае современных видов такими симбионтами являются крошечные, золотисто-коричневые одноклеточные водоросли, называемые диатомовыми. Раковины нумулитов относительно прозрачны, а поскольку они плоские, то имеют большую площадь поверхности для света, необходимого диатомовым для фотосинтеза. По каким-то причинам ученые до сих пор о них спорят. Наличие растительных симбионтов у животных, обитающих в море, способствует росту известкового скелета у хозяев. Таким образом, гигантские размеры нумулитов в Египте могут быть обусловлены их тесной связью с симбиотическими диатомовыми водорослями. Интересный факт. Виды нумулитов развивались очень быстро. Их окаменелости переходили из одного слоя отложений в другой. Так, известняк, из которого построены пирамиды Гизы, настолько насыщен этими окаменелостями, что его называют нумулитовым известняком. Этот известняк также содержит два вида нумулитов – более мелкие чечевицы рабов и более крупные – деньги ангелов. Но это не разные виды, а скорее разные стадии жизненного цикла одного вида. Лето на Ближнем Востоке бывает настолько жарким, что кардинально меняет ландшафт и заставляет целые города воскресать из прошлого. Именно это произошло в 2018 году, когда город, построенный таинственной империей на реке Тигр, наконец-то был освобожден из водной ловушки. Археологи поспешили на место, не желая упустить редкий шанс провести раскопки и узнать больше об истории этого места. Они считают, что нашли город бронзового века Захику, основанный более 3000 лет назад и полностью затопленный в XIX веке, когда на его месте была построена плотина. Когда-то это был оживленный центр империи Митани для караванов на популярном торговом пути. Здесь была вода, что редкость для здешних мест, и это было залогом успеха. Мы очень мало знаем о некогда могущественной империи, поскольку ученые не нашли в раскопанных местах никаких письменных хроник. Поэтому археологи были в восторге, обнаружив дворец местного правителя. Несколько лет спустя, когда территория снова освободилась от воды, они нашли несколько укреплений для защиты города от врагов. Кульминацией их экспедиции стало обнаружение огромного общественного склада для торговых товаров и урожая – груды, пшеницы и ячменя, а также импортного металла и дерева. Основной пищей местных жителей был хлеб, а на обед они готовили большие горшки с овощными супами и тушеным мясом. В каждом доме держали овец, коз, коров и свиней, чтобы иметь постоянный источник молока и мяса для особых случаев. Все найденные до сих пор сооружения были построены из кирпичей, сформированных из глины. Стены, простоявшие под водой более 40 лет, так хорошо сохранились, как будто их затопили вчера. Королевский дворец выделяется тем, что он больше других построек, имеет более толстые стены и даже мостовую, сделанную из обожженных глиняных кирпичей, которые были запечатаны для водонепроницаемости. Местный царь, видимо, был в хороших отношениях с императором более крупной империи, от которой зависел Захику. Жившие в городе торговцы собирали деревянные балки и отвозили их на склады. Балки поступали вниз по реке Тигр из лесов в горах на севере и востоке Месопотамии. Купцы приезжали сюда, чтобы продать свои товары, а затем пересекали Тигр на пути к пограничным территориям. Захику процветал как центр торговли около шести веков, пока в 1350 году не произошло сильное землетрясение. Археологи нашли пять керамических сосудов, в которых хранилось более сотни глиняных табличек, сделанных незадолго до землетрясения. Это почти чудо, что маленькие таблички из необожженной глины смогли продержаться под водой несколько десятилетий. Люди, создавшие их, должно быть, вырезали записи на глине, пока она была еще влажней. Они писали о чем угодно. От только что собранного урожая до посланий для других королевств. Затем они давали сообщению высохнуть на солнце. Песцам даже приходилось учить другой язык, чтобы все за пределами города могли прочесть записи. Ученые считают, что найденные ими таблички были частью частного архива. Они надеются расшифровать записи, чтобы узнать больше об истории Захику и всей империи после страшного землетрясения. Ущерб, нанесенный зданием, был настолько огромен, что восстановить Захику в его прежнем величии было невозможно. А если кто-то из жителей и выжил, то наверняка покинул город. Несколько десятилетий спустя здесь поселились ассирийцы, которые также жили в Месопотамии. Они построили свои дома на руинах заброшенного города. А в качестве внешних стен использовали все постройки, которые смогли найти у предыдущих жителей. Но пробыли они здесь всего 50 лет. А затем решили построить новую столицу на более плодородной почве, чтобы зарабатывать на сельском хозяйстве. Археологи, работавшие в Захику, были вынуждены прекратить раскопки, когда уровень воды снова поднялся и затопил город. Они запечатали руины в плотно прилегающие пластиковые листы и засыпали сверху камнями и гравием. Они надеются, что это поможет защитить бесценный объект от водной эрозии и предотвратить его полное исчезновение. Они понимают, насколько важна для региона вода с плотины. Но если она снова отступит, то, по их словам, они обязательно продолжат раскопки. Около 1600 лет назад в современной пустыне Такламакан в Китае существовала шумная община. Она жила вдоль реки Ния, которая протекала через пустыню на многие километры и получала воду из стающего снега в горах. После трех лет работы в этом районе археологам и ученым удалось раскопать в пустыне восемь гробниц. Благодаря жаре пустыня одежда и артефакты в них были почти как новые. Люди, которые их носили, должно быть, жили в древнем городе Ния. Когда-то Ния была частью процветающего королевства в самом центре Шелкового пути, и ее население составляло более 3000 человек. Затем пески пустыни взяли вверх и поглотили весь город. Археологи обнаружили руины Ния только в начале 20 века. Ученые из разных стран пытались разгадать тайны города. Похоже, гробницы, обнаруженные в конце 20 века, принадлежали богатым людям. В них находились дорогие предметы – колчан и лук, металлические наконечники стрел, золотые серьги и ожерелье из стеклянных бусин, лаковая шкатулка с расческой, косметика, а в одной из гробниц – швейный набор. Там же лежал шелк высшего качества, и даже его яркие цвета, такие как зеленый и желтый, не выцвели. На ткани также были китайские иероглифы с цитатами из исторических книг, что помогло ученым определить период, в который она была изготовлена. Позднее археологи также обнаружили большое жилое место и расчистили три разрушенных здания. Вероятно, потребуется еще много лет, чтобы понять, почему город пал и что случилось с его жителями. Саудовские и французские археологи объединили усилия недалеко от Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, и наткнулись на древнее поселение, возраст которого насчитывает 8 тысяч лет. Ученые использовали современные технологии, такие как лазерное сканирование, дроны и аэрофотосъемку, чтобы обнаружить эту же мчужину эпохи неолита. Они нашли поселение в местной археологической зоне. Среди обнаруженных ими сокровищ – каменный храм, остатки алтаря и более двух тысяч могил. Все эти находки рассказывают нам о древних обычаях и ритуалах. Команда также обнаружила фундаменты четырех массивных зданий, угловые башни и открытые внутренние дворы, в которых находились подземные резервуары для хранения воды для сельскохозяйственных нужд. Также была обнаружена продуманная система орошения с каналами и цистернами, которая позволила городу процветать в одной из самых засушливых пустынь мира. Наскальные рисунки, высеченные на близлежащей горе, отображали повседневную жизнь местных жителей. Раскопки в этом районе ведутся уже более 40 лет, и ученые все еще продолжают находить новые артефакты, чтобы ответить на свои вопросы. Рыбаки наткнулись на дни Северного моря на древние кости, инструменты и артефакты, возраст которых составляет 9 тысяч лет. Британские и голландские археологи и палеонтологи поспешили осмотреть находки, надеясь, что они могут быть свидетельством существования затопленного Доггерленда. Их ждала удача. Нашлись даже идеальные отпечатки следов, оставленных жившими здесь людьми эпохи Мезолита. 12 тысяч лет назад, во время последнего крупного ледникового периода, британские острова вовсе не были островами. На территории, состоящей из множества холмов, болот и густых лесов, находилась земля, соединявшая их с европейским континентом. Это был Доггерленд, где жило и процветало доисторическое общество охотников-собирателей. Но затем уровень моря начал подниматься со скоростью 1-2 метра в столетие, поскольку ледники медленно, но верно, таяли. Местным жителям пришлось переселиться на территории, которые сегодня принадлежат Англии и Нидерландам. Специалисты решили узнать больше об истории Доггерленда, используя данные нефтяных компаний, работающих в Северном море. На данный момент они создали цифровые модели того, как могла выглядеть территория площадью в 47 тысяч квадратных километров до того, как она исчезла под волнами. Для получения полной картины им еще предстоит проанализировать образцы древних насекомых и растений, а также ДНК животных. В горах Мексики растет древний вид кукурузы, которая в два раза больше обычного початка и обладает удивительными воздушными корнями. Эти корни выделяют слизь, которая может изменить ситуацию в сельском хозяйстве и, наконец, покончит со всеми токсичными химикатами. Местные жители выращивают эту загадочную кукурузу уже более двух тысяч лет, передавая традицию из поколения в поколение. Ученый Зоахаки услышал об этой кукурузе и решил ее изучить. Когда он, наконец, увидел ее, то не поверил своим глазам. Эта культура была похожа на что-то мифическое. Она возвышалась на 4-5 метров в высоту, а из ее стеблей торчали странные пальцы. Из этих пальцев капала густая липкая слизь, которая действовала как природное удобрение. Больше не нужно добавлять в почву искусственные удобрения. Это очень важно, потому что большинство зерновых культур не могут самостоятельно регулировать свой уровень азота. Поэтому фермерам приходится поливать их удобрениями, богатыми этим химическим элементом. Это не только вредно для окружающей среды, но и дорого. Но с помощью новой кукурузной слизи мы, возможно, сможем решить системную проблему в наших источниках пищи. Это похоже на биологический хак, который может произвести революцию в сельском хозяйстве. Каким мы его знаем? Местные жители называют это суперрастение кукурузой Олотон. Кстати, до 80-х годов прошлого века оно было секретом для остальной Мексики. Потребовалось еще 30 лет, чтобы команда исследователей изучила эту культуру. Они знали, что им нужна помощь местных, поэтому построили лабораторию прямо в горах, чтобы жители могли принять участие в работе. Итак, кукуруза выделяет слизь, в которой содержатся бактерии, способные преобразовывать атмосферный азот в ту форму, которую может усвоить растение. Это означает, что растение может получать 80% азота из воздуха, по сути, святой грааль сельского хозяйства. Но, конечно, некоторые люди решили испортить всем удовольствие споре о том, кому принадлежат права на это волшебное зерно. Это называется биопиратство, и здесь не о чем гордиться. Коренные народы, которые заботились об этом растении веками, говорят, что для них это не просто зерно, а часть культуры и наследия. К сожалению, кукуруза Аллатон пока не используется, поскольку она не соответствует современным промышленным стандартам. Но ученые работают над скрещиванием ее с другими сортами, чтобы попытаться сочетать лучшие их свойства. Они уже сократили время выращивания в два раза и увеличили поглощение азота до 40%. Но, по их оценкам, потребуется еще несколько поколений, чтобы стабилизировать этот гибрид кукурузы. Представьте себе, если бы мы могли использовать атмосферный азот для других зерновых культур, таких как рис или пшеница. Это было бы огромным шагом в уменьшении использования искусственных удобрений, наносящих вред нашей окружающей среде. Невероятно, что малоизвестная кукуруза с туманной горы в Мексике может решить проблему голода в мире. Это лишний раз доказывает, что разнообразие необходимо для нашего выживания. Кстати, о растениях, которые могут помочь нам выжить в будущем. Знаете ли вы, что Марс может быть идеальным местом для выращивания зеленых овощей? Почва там насыщена железом, а значит, наши любимые зеленые культуры могли бы хорошо там расти. А поскольку будущее Земли выглядит немного неопределенным, неплохо подумать о других планетах, на которых мы могли бы жить. К сожалению, большинство планет слишком горячие для поддержания жизни. Серьезно, на Венере температура может достигать 500 градусов. Это горячее, чем температура плавления металлов. Но Марс – совсем другое дело. Хотя сейчас это холодная пустыня, миллиарды лет назад он был покрыт водой и, возможно, даже жизнью. Ученые уже изучают, какие растения могут расти на марсианской почве. И выяснилось, что там потенциально могут выжить салат латук, лук, капуста, горох, чеснок и даже одуванчики. Да, те самые сорняки на вашем заднем дворе. Шпинат – еще один отличный вариант благодаря все тому же содержанию железа в почве. Кто знает, может быть, однажды мы все будем перекусывать марсианской микрозеленью, если кукуруза, а латон не сможет удовлетворить все наши потребности. Еще одно растение, которое может помочь нам в будущем – бамбук. В таких странах, как Китай, Япония, Филиппины, Таиланд и Индонезия, все любят лакомиться вкусными побегами бамбука. И они также пользуются популярностью на островах. В Бангладеш даже есть традиционное блюдо, которое готовится из бамбука. Неудивительно, что его называют «королем овощей». Он вкусный и полезен для здоровья. Кроме того, всего полстакана бамбука содержит 11% дневной нормы калия. Если вам посчастливилось найти свежие побеги бамбука, ищите упругие тяжелые с широким основанием. И не позволяйте им позеленеть. Это значит, что они слишком долго находились на солнце и будут горчить. Если в вас достаточно духа авантюризма, то можете сами собрать побеги, скажем, на Гавайях. Но бамбук – это не только еда. Он может похвастаться множеством классных особенностей. Это самое быстрорастущее растение на Земле. Некоторые виды бамбука могут вырасти на несколько метров всего за один день. Это более 2,5 см каждый час. Бамбук также устойчивое и возобновляемое растение, потому что он распространяется как лесной пожар. Бамбуковый лес растет гораздо быстрее, чем лес из деревьев. Так что он как супергерой растительного царства. Некоторые люди утверждают, что бамбук может производить на 35% больше кислорода, чем все деревья вместе взятые. И вот еще что. Бамбук может заменить дерево практически во всем, что только можно придумать. Существуют тысячи изделий из бамбука, которые ничуть не уступают своим деревянным аналогам. Мы говорим о бумаге и целлюлозе, напольных покрытиях, музыкальных инструментах, мебели, строительных материалах. Назовите что угодно, бамбук вас этим обеспечит. Переходим к серьезным вещам. По мнению британских исследователей, мы еще только в начале пути по пониманию того, что растения могут для нас сделать. Во-первых, у нас есть суперрастения. Да, овощи на вашей тарелке пока обычные сельскохозяйственные культуры. Но в природе существуют очень выносливые растения, которые выработали устойчивость ко всем видам вредителей и болезней. Селекционеры работают над тем, чтобы скрестить дикие культуры с нашими домашними, сделав их такими же выносливыми и при этом дающими нам все те преимущества, которые мы так любим. Это глобальная работа, в которой лидируют такие страны, как Бразилия, Китай и Индия. А учитывая, что население Земли скоро превысит 9 миллиардов человек, эти суперрастения могут стать настоящим спасением. Идем дальше. Обсудим лекарственные растения. Мы давно знаем, что растения могут нас исцелять, но используем ли мы эти знания по максимуму? Существует более 28 тысяч видов растений, имеющих лекарственное применение, но менее 16% из них действительно используются в медицине. С ума сойти! Эта индустрия стоит миллиарды, и такие страны, как Германия, уже внедряют в нее травы. Но мы должны быть осторожны. Существует множество сомнительных продуктов, которые могут принести больше вреда, чем пользу. Как насчет бананов на стероидах? Ладно, все не совсем так. Но на самом деле мы можем сделать бананы больше и лучше. Изменяя их гены, не беспокойтесь. Все безопасно и законно. Ученые могут создать бананы, устойчивые к болезням и вредителям, которые могут даже расти в более суровых климатических условиях. А это означает больше еды для всех. И последнее, но не менее важное. Оказалось, что воспламеняемость растений очень важна для предотвращения лесных пожаров и связанного с ними ущерба. Но не беспокойтесь, огонь в некоторых экосистемах – естественный процесс. Ученые поставили перед собой задачу выявить семейство растений, способных противостоять пожарам и создать более устойчивые ландшафты. Эти растения можно даже использовать в качестве естественных противопожарных барьеров, что позволит сэкономить ценные ресурсы. Познакомьтесь с цинхоной. Это не совсем обычное пищевое растение, оно обладает некоторыми важными свойствами. Кора этого дерева является секретным ингредиентом для производства хинина, который используется для лечения малярии. Кечуа народ Перу научил европейцев, как его использовать. О цинхоне ходят невероятные слухи. Например, вы слышали о больных львах, которые грызли ее кору? Или о льве с лихорадкой, который пил из пруда с корой цинхоны и мгновенно выздоровел? Но давайте будем реалистами. Скорее всего, эти легенды – просто попытка людей сделать интересную историю еще более захватывающей. Как бы то ни было, цинхона – герой. Хотя не все герои носят плащи. В ноябре 1922 года мальчик, гуляя в пустынных горах Египта, обнаружил древние ступени, высеченные в скале. Эта находка стала одним из крупнейших и наиболее значимых археологических открытий в мире. Ступени были частью нетронутой гробницы Тутанхамона. Археологи нашли около 5000 древних предметов, включая украшения, ткани, расписные вазы и погребальные маски. Вы наверняка видели одну из них. Она вошла в число самых узнаваемых атрибутов Древнего Египта. С тех пор прошло более ста лет. И вот, наконец, человечество приблизилось к еще одному масштабному открытию – гробницы Клеопатры. Эта царица была последней действующей правительницей египетского царства Патолемеев и сидела на троне с 51 по 30 год до н.э. Существует множество древних записей о Клеопатре, ее правлении и необычной личности. Но до сих пор никто не раскрыл тайну ее кончины и место захоронения. Археолог доктор Кэтлин Мартинес изучала древние записи и храмы вокруг Александрии в течение десятилетий. И пришла к выводу, что гробница царицы должна находиться под древним городом Тепасирис-Магна, основанным в 280 году до н.э. Это был большой город на северном побережье Египта, где десятки тысяч людей занимались торговлей и промышленностью. И, похоже, догадки доктора Мартинес оказались верны. Она и группа археологов обнаружили вблизи Александрии секретный подземный тоннель длиной около 1300 метров. Он был вырублен в скале под храмом Тепасирис-Магна. Во время дальнейших раскопков они нашли много вещей, которые указывают на то, что в глубине тоннеля находится гробница Клеопатры. Также возможно, что она похоронена там вместе с римским полководцем Марком Антонием. Согласно древним записям, Клеопатра и Марк Антоний любили друг друга и вместе выступали против римского сената, который объявил Антония предателем. Тот факт, что на территории Тепасирис-Магна на протяжении тысячелетий происходили стихийные бедствия, может осложнить раскопки. Землетрясения и наводнения разрушили город и, возможно, затопили его подземные тоннели. Но археологи надеются, что древняя гробница осталась нетронутой, что она скрывает множество сокровищ и записи о царской жизни Древнего Египта во времена последней династии. Есть вероятность, что раскопки будут проходить под водой и в грязи. Они потребуют много времени и средств, но археологи уверены, что оно того стоит. В любом случае, пока рано говорить, что Клеопатра точно там похоронена. Но ученые нашли в тоннеле много вещей, подтверждающих это. В том числе глиняные горшки, десятки монет с изображением Клеопатры и Александра Македонского, а также бюст, изображающий египетскую царицу. Клеопатра остается одной из самых популярных исторических личностей наравне с Рамзесом Третьим и Тутанхамоном. Она вдохновила множество фильмов, картин и книг. Но что сделала ее такой популярной? Она прославилась своей двойственностью. Она была красивой, умной правительницей, которая вывела Египет из кризиса и превратила его в процветающую державу. В средневековых арабских текстах говорится, что она знала химию, математику и философию и, возможно, написала несколько научных книг. Она знала несколько языков и обладала прекрасными дипломатическими способностями. В то же время существует множество легенд о том, что она была роковой женщиной, сводившей с ума многих мужчин. Однако нет никаких доказательств, что ее красота была несравненной. Образ с накшибательной модели был создан Голливудом благодаря нескольким фильмам, где роль Клеопатры исполнили известные актрисы. А римский император Октавиан, приемный сын Юлия Цезаря, специально создал образ Клеопатры как коварной соблазнительницы, потому что был ее врагом. Несмотря на то, что она родилась в Египте, Клеопатра не была египтянкой. Ее предки были греками, среди которых был один из генералов Александра Македонского. Однако народ Египта полюбил ее. Она выучила язык и была очень чувствительна к традициям этой страны. Она хорошо знала историю, менталитет и обычаи древнего Египта. Она подняла уровень его экономики и укрепила его статус мировой державы. Во многом это стало возможным благодаря ее сообразительности и наблюдательности. Она любила театральные представления и пышные праздники. Она умела удивлять людей и устраивать шоу. Но за внешним образом любительницы роскоши скрывалась умная и расчетливая правительница. Древний Египет был богатой, роскошной страной. И Клеопатра делала все, чтобы приумножить его богатство и укрепить свои позиции на международной арене. Например, однажды она вступила в конфликт со своим братом Птолемеем XIII. Царица понимала, что не сможет противостоять ему, поэтому решила привлечь на свою сторону Юлия Цезаря. Римский император прибыл в Александрию, где Клеопатра хотела с ним встретиться. Но Птолемей знал о ее планах и собирался помешать ей прийти к Цезарю. Тогда вместо богатого и шумного прибытия Клеопатра решила сделать свой визит незаметным. Она завернулась в ковер, который слуги императора принесли в личные покои Цезаря. Клеопатра вышла из ковра и поразила римского императора своей красотой и решительностью. В результате они полюбили друг друга и стали близкими союзниками. Через некоторое время она произвела впечатление на другого влиятельного римлянина в дипломатических целях. Она прибыла на встречу с Марком Антонием на золотой барже с пурпурными парусами и серебряными веслами. Клеопатра была в образе Афродиты и сидела под великолепным балдахином. Ее слуги, одетые как купидоны, обмахивали ее веером и жгли благовоние. Клеопатра устроила шоу не просто так. Она знала, что Антоний почитает греческую мифологию и считает себя воплощением Диониса. В результате женщина произвела на него такое впечатление, что он женился на ней. Клеопатра защитила свою корону, укрепила союз с Римом и родила Антонию троих детей. В Египте они устраивали грандиозные вечеринки и наслаждались богатством и властью. Однако связь высокопоставленного чиновника с египетской царицей вызвала скандал в Риме. Октавиан был главным противником Антония в борьбе за власть, и он воспользовался ситуацией, чтобы очернить репутацию конкурента. Он использовал пропаганду, чтобы выставить Клеопатру коварной соблазнительницей в глазах римских граждан. Он обвинил Антония в том, что тот поддался ее чарам. Римский сенат поддержал Октавиана и объявил Клеопатру врагом. В 1933 году до н.э. этот конфликт достиг кульминации, когда флот Антония столкнулся с флотом Октавиана. Последний одержал победу и вынудил своего врага бежать в Египет вместе с Клеопатрой. Согласно некоторым записям, они укрылись недалеко от Александрии. Преследуемые римлянами, они спрятались в одном из дворцов Клеопатры и встретили свой конец. Некоторые легенды гласят, что Клеопатра была знатоком ядов. Она спровоцировала ядовитую змею, гадюку или египетскую кобру укусить ее. Согласно другой легенде, она уколола себя ядовитой иглой. Есть версия, что Клеопатра всегда носила ампулу с ядом в расческе. И когда ее загнали в угол, она смочила иглу этим ядом и укололась. Однако пока это лишь легенды. Ученые все еще пытаются докопаться до истины. Возможно, когда они доберутся до гробницы Клеопатры, мир получит больше ответов о ее трагической судьбе. Она считается последней правительницей Египта. После ее кончины Октавиана разграбил ее дворцы и храмы и вернулся в Рим, где стал главным императором. Он успешно управлял страной и расширил ее границы. Его правление закончилось, когда ему исполнилось 75 лет. Мировая история могла бы выглядеть иначе, если бы Клеопатра и Марк Антоний не проиграли тот бой. Кстати, знаете ли вы, что между управлением Клеопатры и полетом Нила Армстронга на Луну прошло меньше времени, чем между управлением Египетской царицей и строительством Великой пирамиды Гизы? Армстронг вступил на спутник Земли в 1969 году. Через 2308 лет после рождения Клеопатры. А строительство пирамиды состоялось в 2560 году до н.э. Представьте, насколько длина история Древнего Египта. Клеопатра по времени ближе к нам, чем к пирамидам. На дворе 1898 год. И вы принимаете участие в раскопках в Саккаре. В этом месте, расположенном недалеко от Каира, находится множество древних гробниц и пирамид. У вас настроение Индианы Джонса, и вы надеетесь найти что-то действительно феноменальное и стать знаменитым. Золото, манускрипты, карты сокровищ, мумии знаменитых фараонов. Постойте, деревянная птица? Вы сильно разочарованы, ведь она выглядит как обычная игрушка. Старая, но все же. Вы не подозревали, что спустя годы кто-то предположит, что ваша птица на самом деле древний моноплан. Артефакт, получивший прозвище «Саккарская птица», изготовлен из дерева сикамор. Размах крыльев птицы составляет всего 18 сантиметров и весит около 40 граммов. Отличный оригинальный сувенир из Египта, я бы сказал. Птице более двух тысяч лет, и выглядит она довольно просто. Без какой-либо резьбы, перьев или других замысловатых украшений. Однако у нее есть клюв и глаза, что делает нашу находку похожей на ястреба, символа бога Хоруса. Хвост довольно необычен. Он квадратный, выглядит странно вертикально, и кажется, что в его утопленной части находится ныне отсутствующий фрагмент. Люди любят разгадывать загадки, поэтому было предпринято несколько попыток объяснить использование птички. Первая, довольно простая, заключается в том, что это был ритуальный предмет. Вторая идея заключается в том, что это была игрушка для ребенка из какой-нибудь обеспеченной семьи. Это могло быть что-то вроде бумеранга, популярного в Древнем Египте. Была также версия, что птица использовалась в качестве флюгера. Но ее опровергли, так как на фигурке нет никаких отверстий или отметок, кроме той, которая была сделана в музее Каиры для закрепления экспоната на палке. Таким образом, в прошлом ее никак нельзя было повесить. Спустя почти столетия после того, как птица была найдена, египтолог доктор Халил Мессиха выдвинул новую теорию, согласно которой устройство могло быть моделью моноплана. По его мнению, у птицы отсутствовало горизонтальное хвостовое оперение. В остальном, крылья птицы были расположены под прямым углом, как у современных самолетов. Это могло работать на создание аэродинамической подъемной сил, необходимой для полетов. Доктор Мессиха также утверждает, что в те времена в гробницах было принято размещать миниатюрные модели технических изобретений. Так действительно ли древние египтяне изобрели самолет в 200 году до нашей эры? Тогда братья Райт, которые считаются изобретателями авиации, очень и очень расстроились бы. Ведь один из первых полетов они совершили только в 1903 году. Есть только один способ узнать наверняка – испытать модель. Но, сами понимаете, египетский музей в Каире вряд ли позволил бы одному из своих экспонатов летать как игрушка. Поэтому конструктор Мартин Грегори построил аналогичную модель, на этот раз из бальзового дерева, и пришел к выводу, что даже с отсутствующим хвостовым оперением самолет не очень-то летает. Дело раскрыто? Не совсем. Для канала History Channel это прозвучало недостаточно убедительно, поэтому они пригласили эксперта по аэродинамике Симона Сандерсона для создания еще одной копии птицы. Он испытал ее в погодных условиях, аналогичных тем, что были в Египте, и был впечатлен возможностями маленького самолета. Таким образом, если во времена фараонов действительно был изобретен прототип самолета, то это был бы хороший пример неуместного артефакта, то есть не имеющего аналогов в мире, предмета, опередившего свое время с точки зрения технологии или истории. И саккарская птица – не единственный пример такой революционной концепции. В 1901 году группа водолазов извлекла на поверхность антикитерский механизм из затонувшего корабля у греческого острова Антикитера. Его назвали первым в мире аналоговым компьютером и датируют примерно сотым годом до нашей эры. Бронзовый механизм мог определять положение Солнца, Луны, планеты, звезд, а также лунную фазу, даты предстоящих солнечных затмений и даже скорость движения Луны по небосводу. Никто точно не знает, кто, как и где его использовал, но очевидно, что это чрезвычайно точный и слишком продвинутый для своего времени прибор. Первые в мире смывные унитазы были изобретены в середине 20 века. Шучок. Древние минойцы на средиземноморском острове Крит и цивилизация долины Инда придумали это гениальное изобретение одновременно, около 4000 лет назад. Водопровод и канализация были настолько хорошо проработаны, что лучше смогли изобрести только 2000 лет спустя. Один из древних минойских туалетов был обнаружен в Кносском дворце. Похоже, в нем было деревянное сидение, установленное над туннелем, по которому вода из резервуара на крыше поступала в подземный коллектор. В других вариантах воду набирали из кувшинов. Все это великолепие могли позволить себе только сверхбогатые люди, поэтому если бы вы собирались купить недвижимость в те времена, наличие смывного унитаза было признаком того, что вы находитесь в богатом районе. Автоматические ворота изобрели еще в 1931 году. Но на самом деле технология, лежащая в их основе, гораздо древнее. Можно сказать, она датируется первым веком нашей эры. Математика-инженер Герон Александрийский придумал гидравлическую систему для открывания и закрывания дверей храмов. Чтобы привести ее в действие, необходимо было зажечь огонь для получения тепла. В качестве источника тепла использовался медный горшок под огнем, наполовину наполненный водой. Изобретатель соединил латунный горшок с емкостями, которые служили грузами. Когда огонь разгорался, вода перемещалась в емкости, они спускались вниз и дергали за веревки. Это было совсем не похоже на дверь супермаркета, которая открывается перед вами раньше, чем вы успеваете подумать. Дверь Херона открывалась несколько часов, и остановить этот процесс было невозможно. Поэтому дверь открывали только один раз в день перед входом людей в храм, чтобы придать церемониям некую мистику. Жутковато. Похоже, первый в истории аккумулятор был изобретен в Багдаде около двух тысяч лет назад. Немецкий археолог нашел этот глиняный кувшин овальной формы в 1938 году. Ученые до сих пор не знают, для каких целей он служил и кто именно его изобрел. Есть версия, что он использовался для нанесения гальванических покрытий на предметы из драгоценных металлов. Когда в него заливали слабую кислоту, например, уксус, батарея вырабатывала около вольта электричества. По другой версии, это был сосуд для хранения священных свитков. Хотели бы вы приобрести контактные линзы, созданные самим Леонардо да Винчи? В 1508 году он изобрел стеклянную линзу с воронкой на одной стороне. Предполагалось, что вы будете надевать ее и наливать внутрь воду, чтобы улучшить зрение. Звучит немного неудобно. Не правда ли? И вот примерно столетие спустя французский ученый Рене Декарт решил усовершенствовать эту идею и сделать из роговицы контактные линзы будущего. Контактные, потому что они контактируют с глазами, понимаете? Стеклянная трубка, наполненная жидкостью, действительно помогала улучшить зрение, но моргать, к сожалению, было невозможно. Спустя два с половиной века новые технологии в стекольной промышленности позволили ученым разработать контактные линзы, которые помещались в глаз и даже позволяли пользователю моргать. Спасибо, ребята! Однако эти линзы были сделаны из тяжелого, дутого стекла и не позволяли глазу дышать. Примерно через 50 лет линзы стали пластиковыми, легкими, не бьющимися, устойчивыми к царапинам, но при этом покрывающими весь глаз. А в 1948 году английский техник-оптик Кевин Туохи случайно отшлифовал пластиковую линзу и выяснил, что она будет держаться, даже если закрывает только роговицу. Представьте, что вы живете в Лондоне 19 века, и вам нужно отправить сообщение в Нью-Йорк. Чтобы добраться туда на корабле, потребовалось бы около 10 дней. Поэтому, когда в 1858 году время доставки сообщения сократилось с нескольких дней до нескольких часов, это стало настоящей сенсацией. Первое сообщение было отправлено самой королевой Виктории. Это стало возможным благодаря трансатлантическому телеграфтному кабелю, проложенному под океаном. К сожалению, новое изобретение просуществовало всего несколько недель. Потребовались годы, чтобы его починить. Совсем недавно египетские археологи сделали необыкновенное открытие недалеко от Каира. Барабанная дробь, пожалуйста. Они обнаружили самую древнюю и самую полную мумию в стране. Да, они держали это в секрете. Мумия возрастом 4300 лет была найдена в группе гробниц рядом со ступенчатой пирамидой Джосера, относящейся к эпохе древнего царства Египта. Она была покрыта слоями золота. Команда также обнаружила несколько других гробниц, в том числе одну, принадлежавшую древнеегипетскому чиновнику, и другую, принадлежавшую хранителю секретов, обладавшему способностью проводить особые церемонии. Еще одной интересной гробницей была гробница писателя, в которой находились самые большие статуи, когда-либо найденные в этом районе. На территории этого огромного погребального комплекса также находятся более десятка пирамид и мест для отдыха. Вероятно, одна из самых известных мумий в мире – мумия Хадшепсут. Она правила Египтом около 20 лет, построив множество впечатляющих зданий и создав новые торговые пути. Но когда археолог Говард Картер нашел ее гробницу в долине царей, ее саркофаг оказался пуст. Однако в другой гробнице Картер обнаружил два гроба, один из которых принадлежал кормилице Хадшепсут, а другой – неизвестной женщине. В 2006 году группа специалистов решила выяснить, была ли эта загадочная женщина самой царицей. В деревянном ящике с именем Хадшепсут они нашли коренной зуб, и когда сравнили его с пробелом во рту мумии, оказалось, что он идеально подходит. Рамсес II был довольно впечатляющим правителем, но историческую значимость в конечном итоге приобрела его мумия. А его отца мы слышим не так много. Рамсес считается самым могущественным фараоном во всем Египте, поскольку он правил на протяжении шести десятилетий. Он также прожил более девяносто лет. Это довольно удивительно, учитывая время, в которое он жил. У Рамсеса II предположительно было более ста потомков. Действительно большая семья. Когда он скончался, его тело первоначально было похоронено в долине царей. Но какие-то плохие парни попытались ограбить его гробницу, чтобы забрать все сокровища. Однако чиновники этого не допустили, поэтому перенесли его тело в секретное место, чтобы сохранить его в безопасности. Переместимся в 1800-е годы, когда была обнаружена мумия Рамсеса II и других правителей и важных чиновников. Она находилась не в лучшем состоянии, и поэтому археологи отправили ее в Париж, чтобы там ее, ну, привели в порядок. Проблема заключалась в том, что ее нельзя было просто так перевести в другую страну. Единственным выходом было выдать Рамсесу II паспорт. Его профессию определили как король, и в документе даже была его фотография. Знаете, большинство мумий не всегда славится самой увлажненной кожей. Но кожа азиатской женщины, известной как Леди Дай, доказывает обратное. Нет, речь не о Леди Ди, принцессе Диане. Эта дама была обнаружена в богато украшенной гробнице в 1971 году и выглядела потрясающе, если можно так сказать о мумии. Благодаря особым условиям в гробнице, влажности и недостатку кислорода, ее тело сохранилось практически идеально. Ее кожа была мягкой, волосы идеально уложены, а сама она сохранила гибкость. В музее, который сейчас с гордостью экспонирует ее мумию, также можно увидеть множество роскошных предметов, которые были погребены вместе с ней, например, столовую посуду и музыкальные инструменты. Археологи исследовали мумию и обнаружили, что она скончалась от сердечного приступа в возрасте около 50 лет. Несмотря на то, что прошло уже более 2000 лет, Леди Дай по-прежнему творит историю. Мумия ледяного человека Этси была обнаружена в Альпах в 1991 году. Австрийские власти сначала решили, что это современный альпинист, ведь он так хорошо сохранился. Оказалось, что на самом деле он относится к Медному веку. Он был найден на горном перевале на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Изучая его мумию, мы узнали много нового о жизни в Европе той эпохи. Например, мы знаем, что Этси был уроженцем Центральной Европы и с удовольствием ел мясо. Он также страдал от артрита, сужения артерий и проблем с кишечником, но для лечения этих заболеваний он, скорее всего, использовал акупунктуру и лекарственные травы. И, судя по всему, он умел обращаться с инструментами и точил их всего за несколько дней до своей безвременной кончины. Кто знает, ждал ли он неприятности или просто готовился к какой-то рутинной работе. Король Тут и его история, скорее всего, прославили всех мумий. Этот фараон скончался в возрасте 19 лет, более 3000 лет назад. Но его мумия до сих пор остается одной из самых известных в мире. Когда в 1922 году его гробница была открыта, люди пришли в восторг, потому что, в отличие от многих других королевских гробниц, она осталась нетронутой. В ней было несколько роскошных гробов, в том числе один из чистого золота. Гробница Тут не только позволила нам заглянуть в историю древнего Египта, его мумия также многое рассказала о времени, в котором он жил. Анализ ДНК помог установить личность его родителей и показал, что у фараона было редкое заболевание костей, из-за которого ему было трудно ходить. Мумия Джинджер, скорее всего, одна из самых крутых мумий, о которых вы когда-либо слышали. Он словно путешественник во времени, живший 5000 лет назад, который до сих пор отлично выглядит благодаря своим золотистым волосам и идеально сохранившимся ногтям. Джинджер был обнаружен в Египте и считается самым ранним из известных мумифицированных тел. Еще до того, как люди узнали о мумификации, они помещали тела в неглубокие могилы в горячий сухой песок. А поскольку песок впитал всю воду, бактерии не могли размножаться и тело сохранилось естественным образом. Сейчас ученые не уверены, было ли сохранение тела Джинджера намеренным или нет, поскольку он был похоронен вместе с несколькими глиняными сосудами. Вполне вероятно, что тот, кто его похоронил, знал методы консервации. Если вы хотите встретиться с Джинджером лично, то в настоящее время он отдыхает в Британском музее. Один голландский коллекционер купил статую из Азии и в итоге обнаружил странную находку. Внутри статуи была спрятана мумия. К сожалению, тело было слишком хрупким, чтобы его перемещать, поэтому пришлось оставить его на месте. Самое интересное, что этой мумии более тысячи лет и она была выставлена на всеобщее обозрение в течение двухсот лет, прежде чем ее поместили в статую. Когда ученые провели компьютерную томографию, они обнаружили, что мумия была заполнена бумажными обрывками, покрытыми письменами. Эксперты полагают, что этот человек мог заниматься так называемой самомумификацией, довольно интенсивным процессом, включающим специальную диету и чай, который делает тело менее подверженным бактериям. Лишь немногие люди могли выдержать этот ритуал и те, кому это удавалось, пользовались большим уважением. Ни одна египетская царица не вызывала столько вопросов у ученых и историков, как потрясающая Нефертити. Судя по ее статуям, она была известна своей стройной шеей, широкими глазами и высокими скулами. Ее имя переводится как «Красавица пришла». Что ж, имя вполне соответствует владелице. Даже не будучи фараоном, Нефертити все же сумела произвести неизгладимое впечатление. Письменные источники свидетельствуют о том, что будучи женой и царицей, она была очень влиятельной. Благодаря своей власти она вызывала восхищение, но за свою жизнь успела нажить немало врагов. Она также была родственницей царя Тута, но не кровной. Скорее, она была его мачехой. До сих пор местные жители так и не смогли определить, чья это мумия, но это может скоро измениться. Местный египтолог, занимавшийся раскопками гробниц в долине царей, обнаружил две мумии, которые, по его мнению, могут принадлежать Нефертити и ее дочери. По мнению специалистов, вскоре мы можем получить окончательный ответ. И если одна из мумий окажется Нефертити, нас ждет настоящий праздник. Анализ ДНК и компьютерная томография мумии могут дать нам самое полное и точное изображение царицы, которое мы когда-либо видели. Представьте, мы вот-вот доберемся до того, что скрывается под современным Египтом. Нефертити правила во времена его расцвета, но, к сожалению, скончалась в период социальных потрясений, в результате чего место ее захоронения было утеряно. 54 тысячи лет назад в пещере жила одна интересная группа людей. Отец, дочь и еще несколько человек, которые были их близкими родственниками. Самое интересное, что это была первая семья неандертальцев, о которой мы знаем. Команда ученых изучила древнюю ДНК из их зубов и костей, чтобы узнать больше о раннем человеческом обществе. И это исследование открыло одну удивительную вещь. Они, вероятно, жили в этих пещерах в одно и то же время вместе. В Чагырской пещере жили 11 неандертальцев, а еще двое в другой, находившиеся где-то неподалеку. Таким образом, их было 13, 8 взрослых и 5 детей. Вместе с их ДНК ученые также нашли каменные орудия и кости животных. Неандертальцы древние родственники человека, которые, безусловно, являются самыми близкими к нам. Их череп был длинным и уплотненным, если сравнивать его с черепом Homo sapiens, более шарообразным. У них также была специфическая выдающаяся надбровная дуга над глазами. Их легко узнать и по лицу. Центральная часть лица выступала вперед. К тому же у них был большой широкий нос. Некоторые считают, что такой нос это способ адаптации к жизни в холодной сухой среде. Когда внутренняя часть носа больше, она лучше увлажняет и согревает воздух, в котором вы дышите. В отличие от нас, у них не было большого подбородка. Кроме того, следы царапин на передних зубах говорят о том, что неандертальцы использовали их как третью руку при приготовлении пищи и работе с подручными материалами. Их тела были сильными и мускулистыми с широкими плечами и бедрами. Их средний рост составлял от метра пятидесяти до метра семидесяти пяти, а вес от шестидесяти четырех до восьмидесяти двух килограммов. Их приземистая внешность вкупе с короткими костями рук и ног уменьшала поверхность кожи, что лучше защищала их от холода. Продолжительность их жизни составляла около тридцати лет, хотя некоторые из них жили и дольше. Неандертальцы проживали в регионах, которые сейчас являются Европой и Азией более трехсот пятидесяти тысяч лет. Они исчезли примерно сорок тысяч лет назад. Примерно в это же время в Европе были обнаружены следы Homo sapiens. Их семьи представляли собой сплоченные группы от десяти до двадцати человек. Это намного меньше, чем население любой древней или современной человеческой общины. Это больше похоже на численность групп вымирающих видов. Неандертальцы жили в своих пещерах небольшими общинами, но не изолированы от остальных представителей своего вида. В вопросах выживания они полагались друг на друга. Они заботились друг о друге, особенно о тех, кто не мог позаботиться о себе сам. Кроме того, и их пещеры не были такими примитивными, как мы можем себе представить. Например, рядом с очагом для нагрева воды. Кроме того, они организовывали свое пространство. У них были спальные места, части пещеры, где они оставляли мусор и места, где они делали каменные орудия труда и готовили пищу. Они путешествовали по долинам рек, чтобы поймать добычу бизонов, горных, козлов, лошадей и других животных. Они умели составлять стратегии. Некоторые исследования показали, что им были известны схемы миграции оленей, поэтому они планировали свои действия в соответствии с прогнозами о том, куда может двигаться их добыча. Одним из самых крупных животных, на которых они охотились, был шерстистый мамонт. Вы их наверняка знаете. Родственник современных слонов, покрытый мехом и весом до 5,5 тонн, который вымер давным-давно. Исследования показали, что шерстистые мамонты и неандертальцы имели общие генетические черты. Это не так уж удивительно, если задуматься. Оба вида произошли от африканских предков, прежде чем им удалось приспособиться к холодному и суровому климату Евразии во время ледникового периода. Таким образом они столкнулись с похожими условиями и вымерли примерно в одно и то же время. Неандертальцы также использовали камень для изготовления орудий труда, подобных тем, что использовали другие ранние люди, например, скребков и лезвий из каменных чешуи. Орудия труда, найденные учеными в обеих изученных пещерах, были созданы из одного и того же сырья. Это означает, что общины, вероятно, каким-то образом взаимодействовали друг с другом. До 20 века многие считали, что неандертальцы сильно отличаются от современных людей, учитывая их генетику, внешний вид и поведение. Но недавние открытия ископаемых этой хорошо сохранившейся евразийской популяции показали, что некоторые из ее представителей были такими же, как и современные люди. Неандертальцы жили до и во время последнего ледникового периода Плейстоцена в одних из самых суровых мест, где когда-либо обитали люди. Помимо орудий труда и ловли животных, они также собирали в окрестностях растения. Кроме того, они довольно часто ели вареные овощи. Их способность оставаться в живых на протяжении десятков тысяч лет во время последнего ледникового периода хороший пример того, как человек может приспособиться практически к любой ситуации. Неандертальцы создали самый ранний из известных нам наскальных рисунков. Ученые исследовали три испанские пещеры, где они жили, и в каждой из них были обнаружены черно-красные рисунки с точками, животными и геометрическими символами, вместе с отпечатками рук, трафаретами и гравировками. Эти рисунки были сделаны более 60 тысяч лет назад. Поскольку Homo sapiens появились в Европе через 20 тысяч лет после этого, мы можем предположить, что неандертальцы были единственным человеческим видом на континенте в то время, поэтому имена не должны были создать это искусство. Кроме того, эти пещеры находились на расстоянии 700 километров друг от друга, так что не похоже, что только некоторые из неандертальцев знали о них. Очевидно, что рисование было их давней традицией. Они также были большими поклонниками моды, они делали собственные украшения, некоторые из которых были сделаны из орлиных когтей. Самым старым образцам, которые нам удалось найти почти 130 тысяч лет. Скорее всего, они также использовали пигмент для маскировки или украшения своего тела. Кроме того, Homo sapiens был не единственным видом, который использовал огонь. Исследователи изучили более 140 мест кастрич по всей Европе и поняли, что неандертальцы тоже долгое время пользовались огнем. Они нашли уголь, обожженные кости и нагретые каменные артефакты. Неандертальцы использовали огонь для приготовления пищи и изготовления орудий труда. Они приклеивали деревянные древки к кускам камня смолой, которая была похожа на натуральный клей. Поскольку сжигание коры березы единственный способ получения этой липкой жидкости, неандертальцы должны были уметь управлять огнем. Большинство людей представляют себе неандертальцев скорее всего хрюкающими, но на самом деле это не так. Они также не были похожи на нас. Их большая грудь, осанка и форма глотки вероятно привели к тому, что их голос был громче и выше, чем у среднего человека. Вероятно у них не было такого сложного словарного запаса, как у нас, но они могли пользоваться сложной речью, потому что у них была подъязычная кость. Эта маленькая штучка есть и у нас. Она поддерживает корень языка. Это та же особенность, которая позволяет нам говорить так, как мы говорим. Они были более похожи на нас, чем мы могли ожидать. Некоторые считают, что неандертальцы даже строили лодки, чтобы переплыть Средиземное море. И это не похоже на то, что неандертальцы жили где-то, вымерли, а затем появились современные люди. Похоже, что эти группы встретились около 100 тысяч лет назад на Аравийском полуострове или на Ближнем Востоке. Именно тогда первые группы современных людей двинулись из Африки. Ученые проанализировали ДНК одной из неандертальских женщин, живших более 50 тысяч лет назад и обнаружили в ней генетику современных людей. Некоторые черты нашего характера, такие как цвет кожи и волос, настроение и режим сна связаны неандертальцы жили в Европе и Азии задолго до появления там современных людей, поэтому они привыкли к меньшему количеству солнечного света по сравнению с теми, кто пришел из Африки. У неандертальцев были другие черты, поскольку они меньше подвергались воздействию солнечного света, и эти черты передались их потомству, когда у них родились дети от современных людей. Иными словами, на некоторые черты, которыми обладают современные люди, повлияли гены неандертальцев. Например, люди, которые являются ночными совами, часто имеют гены неандертальцев. Кроме того, около процента неандертальцев имели светлую кожу, рыжие волосы и, возможно, даже веснушки. Это произошло в 1708 году. 8 июня испанский галеон Сан-Хосе возвращался домой в Испанию из Карибского бассейна. Всего в составе армады было 17 кораблей. Капитан Сан-Хосе знал, что их ждут неприятности, поскольку в этом районе находились английские корабли. Он знал, что они будут охотиться за сокровищами, погруженными на корабли. Цена сокровищ из Нового Света была настолько астрономической, что могла перевернуть ход исторических событий в Европе. Для обеспечения безопасности испанский галеон должен был достичь Картэхиэны де Индиас, и именно там сейчас находится Колумбия. Но, к сожалению, Сан-Хосе было предназначено другое. Появились четыре английских корабля. Галеон не мог просто убежать от них. Не оставалось ничего другого, как вступить с ними в бой. И тут начался хаос. Красные флаги, свидетельствующие о начале сражения, стрельба из пушек и запах вора. Никто точно не знает, чем все это закончилось. С наступлением сумерек трудно было отчетливо видеть происходящее. Единственное, что осталось в истории, это затонувший Сан-Хосе. Затем наступила тишина. Неудивительно, что Сан-Хосе, будучи флагманом, был самым стратегически важным галеоном. На его борту находилось безумное количество драгоценных металлов, золота и серебра, жемчуга и драгоценных камней, таких как изморуды. Все это должно было остаться на дне океана на ближайшие три столетия. Но как получилось, что об этом корабле так много известно? Во-первых, финансовые оценки, сделанные учеными, повергли людей в шок. По имеющимся данным, на борту корабля находилось от 7 до 12 миллионов песо. Переведем это на сегодняшние деньги. Да, может быть, это и не то богатство, которым обладает Илон Маск, но это около 10 миллиардов долларов. На эти деньги можно купить несколько частных самолетов, целый парк Ламборгинис и шикарный особняк. Вы можете подумать, что все это заржавело так же, как и сокровище Титаника. Но когда речь идет о золоте, все происходит иначе. На Титанике не было золота, по крайней мере, его было не так много. Драгоценности, которые находились на Титанике, были личными вещами, а самое замечательное в золоте то, что оно никогда не вступает в реакцию с кислородом. Это означает, что настоящее золото не ржавеет и не тускнеет. Так что, если ваше темнело, это признак того, что это не чистое золото, а сплав, что, кстати, тоже здорово, поскольку его можно легко почистить. Возвращаясь к потерянным сокровищам Сан-Хосе, следует отметить, что золотые монеты даже спустя более 300 лет должны были выглядеть так же, как и в день их чеканки. Теперь вернемся к месту, где предположительно затонул корабль. Помните, мы узнали, что капитан Косов отправится в берегу, где сегодня находится Колумбия? Так вот, 4 декабря 2015 года судно действительно было найдено в водах Колумбии. Как и о многих других важных событиях сегодняшнего дня, мир узнал об этом из твита. Его отправил тогдашний президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Люди искали Сан-Хосе десятилетиями, и когда он наконец был найден, его популярность только возросла. А мифов о нем стало появляться еще больше. Одну из легенд рассказал сам Синьор Сантос. После того, как затонувшее судно было найдено, он дал небольшое интервью по радио. Дело в том, что находка была довольно неожиданной. Многие люди потратили много времени и сил на поиски этого затонувшего судна, а кто-то даже потерял надежду найти его. Хуан Мануэль Сантос рассказал историю о том, как было обнаружено затонувшее судно. На одном из официальных мероприятий за пределами Колумбии к нему подошел мужчина. Он был похож на известного писателя Хемингуэя. У него была белая борода и белые волосы. Единственное, что хотел этот человек, похожий на Хемингуэя, это две минуты времени Сантоса. Президент уступил и послушал этого человека. То, что произошло дальше, было просто невероятно. Мужчина достал старинную карту, точнее, ее аккуратную копию в рамки и сказал президенту, что никто больше не знает об этом. Мужчина указал на одно место. Он сказал, что это то самое место, где находится клад, и что этого места нет ни на одной другой карте. Он гарантировал, что знает, где находится клад. История выглядела безумной и захватывающей. Кем бы ни был этот человек, он оказался прав. Его личность так и осталась загадкой для всех, но каким-то образом этот человек организовал финансирование экспедиции, определил территорию, на которой ее необходимо провести, и даже пробился на встречу с президентом. Конечно, Сан-Хосе набит золотом, и тот, кто его найдет, разбогатеет до конца жизни, но давайте посмотрим правде в глаза. Обычному человеку вряд ли удастся обнаружить такое сокровище, ведь это требует слишком больших усилий и средств. Но что делать, если вы увлекаетесь кладоискательством и хотите найти какой-нибудь сундук с сокровищами? Что ж, думаю, у меня есть история о том, как обычные люди ищут и даже в конце концов находят настоящие сокровища. Знакомьтесь, Форест Фен, эксцентричный миллионер, спрятавший клад стоимостью от 1 до 5 миллионов долларов. Точная стоимость клада не установлена. По словам самого Фена, он никогда не пытался его оценить. Внутри сундука находилось 265 американских золотых орлов и двухглавых орлов, старинные монеты, золотые самородки, да мало ли что. Форест спрятал сундук в скалистых горах и объявил о поиске сокровищ еще в 2010 году. А теперь давайте немного сосредоточимся на карте и посмотрим, насколько обширны скалистые горы. По сути, кладоискатели должны были прочесать две страны и США, и Канаду. Начало это была небольшая охота за сокровищами, о которой знали всего несколько человек. Но спустя некоторое время соревнование переросло в настоящий конкурс и десятки тысяч людей отправились на поиски сокровищ. Есть исследование, согласно которым за 10 лет около 350 тысяч человек попытались счастья в поисках таинственного сундука. Для объявления о начале охоты Форест Фен использовал стихотворение, состоящее из 24 строк. В стихотворении содержались подсказки, которые большинство кладоискателей так и не смогли разгадать. Сундук был так хорошо спрятан, что потребовалось 10 лет, чтобы его найти. Был создан специальный блок Thrill of the Chase. И 6 июня 2020 года господин Фен наконец опубликовал долгожданную новость «Сокровище найдено». Сам Форест признавался, что найти сокровище может каждый, кто внимательно прочитает инструкции из стихотворения. Стихотворение вызвало большой резонанс в интернете. Многие пользователи пытались расшифровать 9 подсказок, содержащихся в стихотворении. Некоторые даже предлагали возможные ключи к разгадке головоломки. Эти предположения могли помочь тому, кто в итоге нашел сокровище. Поначалу даже сам Форест Фен не знал, кто разгадал все коды в стихотворении, пробрался через густой лес и нашел сундук. Счастливчик предпочел остаться неизвестным, и поначалу было известно лишь, что это житель восточной части США. Победитель прислал Форесту Фену свою фотографию, и на этом поиски сокровищ были официально завершены. Однако, спустя некоторое время он раскрыл себя. Им оказался Джек Стюф, бывший журналист и студент меди. Сокровища были спрятаны под пологом звезд в лесу в скалистых горах. Растительность там буйная, поэтому сундук был спрятан глубоко внутри. Сундук никогда не перемещали с того места, где он был первоначально спрятан. Точное местонахождение до сих пор неизвестно, но мы знаем, что сокровища находились в Байоминге. Джек признался, что в сундуке были найдены не все заявленные сокровища. Отсутствовали маленькая золотая лягушка на ожерелье и кольцо с испанским изумрудом. Форест действительно нашел лягушку в своей коллекции и отдал ее Стюфу, но кольцо ему найти не удалось. Охота за сокровищами, затеянная Форестом Феном, может показаться экстравагантной, но он объяснил, почему решил начать ее. Единственное, чего, по его словам, он хотел, это дать людям надежду. Вокруг, пожалуй, самого великого сооружения, когда-либо построенного человеком, Великой Китайской Стены. Существует множество мифов. Одни говорят, что она настолько грандиозна, что видна из космоса. Другие утверждают, что ее можно увидеть даже с Луны. По другим версиям, строители Стены остались замурованы в ней. Жаль разочаровывать вас, но все эти впечатляющие истории всего лишь мифы. Но даже если эти истории не имеют под собой оснований, Великая Китайская Стена это впечатляющее и поистине захватывающее дух сооружения, поэтому позвольте мне рассказать вам ее подлинную историю. Сегодня Китай одна из самых густонаселенных стран мира, насчитывающая полтора миллиарда жителей. Это также одно из древнейших государств мира. Его непрерывная письменная история насчитывает три с половиной тысячи лет, но цивилизация существовала задолго до этого. Есть теория, что если на европейский континент например люди попали скорее всего из Африки, то Китай заселяли не пришедшие откуда-то переселенцы. Некоторые считают, что китайская цивилизация сформировалась из местных людей каменного века, которые жили на этой территории с доисторических времен. Итак, Великая Китайская Стена, она действительно велика даже по сегодняшним меркам, протянулась более чем на 21 тысячу километров. Это почти в пять раз больше, чем расстояние между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. Или даже немного больше, чем расстояние между Северным и Южным полюсами. Даже в наше время люди никогда не строили ничего подобного. Конечно, на строительство Великой Китайской Стены ушел не один день. Два? Продолжайте. На самом деле, стена строилась веками. Возможно, вы знаете, что древние города окружали стены, чтобы защищать местных жителей от захватчиков. Да, в китайских городах они тоже были. В 220 году до нашей эры первый китайский император объединил страну, и у него возникла блестящая, но очень амбициозная идея – превратить все городские стены в одну большую стену, которая защищала во границу страны от нападений с севера. Строительством руководил доверенный генерал, набравший большую группу рабочих – солдат, простолюдинов, каторжников. В те времена стена строилась из утрамбованной земли и стены накладывались друг на друга для обеспечения максимальной безопасности. Высота стен составляла в среднем 8 метров. Но великая стена еще не была похожа на то сооружение, которое мы знаем сегодня. Каждый следующий император подхватывал проект строительства большой стены, укрепляя и расширяя ее, ремонтируя, но при этом модернизируя строительные технологии. Кто-то использовал для строительства кирпич, кто-то переходил на гранитные и мраморные блоки. Сторожевые башни и платформы также не существовали с самого начала. Они были добавлены императорами династии Мин. Сторожевые башни позволяли связываться с другими частями стены посредством дымовых и огневых сообщений. Таким образом, стена весьма противоречива по материалу, но это лишь придает ей дополнительный шарм и показывает, сколько сил и времени потребовалось на ее возведение. Причиной того, что некоторые участки стены простояли несколько веков и до сих пор находятся в хорошем состоянии, клейкая рисовая мука. Оказывается, рисовый раствор почти как цемент. Он очень прочный и водонепроницаемый. Так плотно прилегает к кирпичам, что даже коварные сорняки не могут прорасти между ними. Вы также можете заметить, что на некоторых кирпичах вырезаны надписи. Их оставили рабочие, возводившие стену. Эти надписи служат для обеспечения количества и ответственных лицах. Таким образом, в случае возникновения проблем с качеством материалов или конструкций, будет известно, кто должен нести за это ответственность. Недавно одна исследовательская группа изучила официальные исторические документы династии Мин, правившие Китаем с 14 по 17 век. Они наткнулись на записи о потайных дверях в великой стене и решили найти их. С помощью летающего робота они сделали непрерывные фотографии стены с сантиметровым разрешением. Они сфотографировали 90% стены, построенной во времена династии Мин, и обнаружили на ней остатки более 220 потайных дверей. Некоторые из них имеют определенную ширину и высоту, что позволяет пройти только одному человеку. Другие достаточно велики, чтобы через них могли пройти две лошади одновременно. Зачем там двери? Основной задачей Великой стены была защита страны от врагов. Строительство дверей, которые могли бы пропустить врага, подрывало бы весь смысл существования стены. Поэтому, конечно, двери были тайными ходами. Они идеально вписывались в окружающую топографию, а выход снаружи был замаскирован кирпичом, так что его практически невозможно было отличить от кирпичной стены. Стена никогда не была только оборонительной и никогда не была полностью закрытой. Ее можно было открыть по требованию, это было также сооружение, служившее для торговли и коммерции, для связи между внутренним и внешним миром, и, конечно, для обороны и шпионажа. Некоторые двери использовались для торговли с противоположной стороны. Через двери человек мог пробраться наружу, чтобы шпионить за врагом, живущим по ту сторону. Скрытые ворота были полезны и при внезапном нападении. Как вы помните, некоторые ворота снаружи были замаскированы кирпичом, выход был настолько неразличим, что противник не имел представления, где именно он находится. Вход внутрь для китайских солдат был полом, так они могли пройти сквозь стену и сломать замаскированные выездные ворота изнутри, начав внезапный атак. Несмотря на то, что основной задачей стены было предотвратить проникновение в город посторонних, она была не слишком эффективна в этом отношении. Через нее все равно можно было перелезть. Поэтому за стеной постоянно велось наблюдение и стражники подавали сигналы войскам, если увидели приближение врага. Кроме того, стена давала больше времени на мобилизацию и наращивание сил страны или заманивание вражеских войск в стратегически сложное положение. Строительство прекратилось в конце 19 века. Стена утратила свое военно-стратегическое значение в связи с техническим прогрессом. За прошедшие века до наших дней в хорошем состоянии сохранилось лишь 8% великой стены. Остальная часть повреждена. Кроме того, около одной трети стены бесследно исчезла, как в результате естественной эрозии, так и в результате антропогенного воздействия. Можно сказать, что сейчас это просто неплохая стена. Как вы помните, первые части стены были построены из утрамбованной земли и дерева. Это не самые надежные материалы, если речь идет о тысячелетиях. Кроме того, разрушительные методы земледелия превратили значительные территории в пустыню и способствовали эрозии почвы. В прошлом из стены было вывезено много кирпичей для строительства ферм и домов. Стену разбирают камень за камнем и сегодня, но на этот раз с туристами. Многие из них берут камни на память, а это очень много камней, учитывая, что ежегодно Великую стену посещают более 10 миллионов туристов. С 1987 года стена является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает ее выдающееся значение для человечества. Стена является одним из 56 китайских объектов всемирного наследия, занимая второе место среди стран, чьи достопримечательности находятся под охраной ЮНЕСКО. Кто же первый, спросите вы? Первое место с 58 объектами всемирного наследия принадлежит Италии. А знаете ли вы, что стена это не только известная туристическая достопримечательность, но и место проведения марафона Великая стена. Этот марафон был учрежден в 1999 году и является одним из самых сложных в мире. Вы правильно догадались, люди бегут вдоль стены, включая все ступени. Есть три дистанции, так что участники могут пробежать полный марафон 42 километра, полумарафон 21 километр или просто устроить веселый забег на 8,5 километров. Помните 2011 год? Тогда сыграйте со мной в эту игру. Дайвер готовится погрузиться в глубины реки Муси, расположенной в сердце Индонезийского острова. Он один из многих, кто достает со дна реки невероятные артефакты. Постепенно дайверы и рыбаки обнаруживают давно исчезнувшую цивилизацию на Суматре. Известное как остров Золото, королевство Шри Веджая скорее всего было максимально приближено к реальному Эльдорадо. Однако оно исчезло в конце 13 века и до недавнего времени исследователи даже не знали точного местоположения этого королевства. Представьте себе цивилизацию, построенную на реке. Настоящий водный мир, как утверждают археологи, изучавшие Шри Веджаю. Дома, рынки и культовые сооружения возводились на деревянных сваях над уровнем воды. Горожане передвигались как современные венецианцы на простых лодках. Шри Веджая была известна как богатое и важное королевство. Оно существовало с 7 по 11 век нашей эры. Это была часть шелкового пути, и все, кто путешествовал с востока на запад, должны были проходить через этот город. Их короли были умны, так что позволило городу полностью контролировать торговые пути в регионе. Если уж на то пошло, то власти города однозначно чтили его название. Санскрита Шри Веджая переводится как «блистательная победа» или просто «великолепный». Королевство было важным торговым форпостом древности. Оно стратегически располагалось среди самых влиятельных торговых путей древнего мира, а значит, его жители стали чрезвычайно богатыми. Древние богатые общества имели обыкновение выставлять на показ свое золото и драгоценные металлы. Они часто использовали эти металлы в качестве подношения своим божествам или же создавали большие статуи, делали украшения для королей и королев, а также украшения для их дворцов. Шри Веджая не была исключением. Индонезийские дайверы исследовали 800 метров реки Мусси вблизи города Полембанг и нашли подтверждение этой теории. Они обнаружили статую Будды в натуральную величину, украшения, усыпанные драгоценными камнями, храмовые колокола, зеркала, золотые кувшины и другие предметы. Официальные археологические раскопки в этом районе не проводились, поэтому эти артефакты стали первыми найденными предметами империи Шри Веджая. Шон Кингсли, британский морской археолог, сообщивший об этих находках, говорит, что он по-настоящему удивлен. Долгое время люди лишь строили догадки об истинном богатстве Шри Веджая и, похоже, слухи подтвердились. Мы начинаем с нуля, говорит Шон. Мы не знаем, какую одежду носили жители Шри Веджая, каковы были их вкусы, с какой керамики они любили есть. Несмотря на то, что это открытие вызвало восторг у научного сообщества, есть и обратная сторона. Дайверы и рыбаки продают найденные артефакты на международном рынке антиквариата, прежде чем археологи смогут взглянуть на них. Исследователи могли бы попытаться купить некоторые предметы, но они продаются по всему миру за миллионы долларов. Большая часть информации, которую мы знаем об этом восточном Эльдорадо, почерпнута из рассказов купцов. В этих описаниях говорится, что Шри Веджая была королевством змей, питающихся людьми и многоязычных попугаев. Странно. Некоторые говорят, что действующие вулканы придавали городу жутковатый и загадочный вид. Количество золота, которое там можно было найти. В древние времена отчеты о путешествиях были обычным способом описания городов. Если вы не знали, именно так изначально возникла легенда об Эльдорадо. Когда в 1500-х годах европейские исследователи начали раскопки в южноамериканских землях, стало известно, что представители одной из амазонских цивилизаций раскрашивали своего вождя золотом в качестве подношения высшим силам. Легенда о золотом человеке стала быстро распространяться по Европе. Оказалось, что это всего лишь церемониальный обряд доколумбовой цивилизации. Он не имеет никакого отношения к стране бесконечного золота. Никто не знает, что привело к упадку империи Шереведжая. Некоторые предполагают, что ее могли поглотить действующие вулканы. А может быть, деревянные дома, построенные над рекой, со временем затонули. Возможно, если дайверы продолжат извлекать со дна реки потерянные предметы, археологи смогут выяснить, что случилось с городом. Похоже, это довольно частое явление в мировой истории. Некоторые древние цивилизации исчезали бесследно, как это случилось, например, с цивилизацией Майя. Майя удалось создать одну из крупнейших империй в доколумбовой Америке. Считалось, что в ней проживало более двух миллионов человек, и она процветала более шести веков. Ее внезапное исчезновение до сих пор волнует археологов и ученых. Майя начали селиться в Южной Америке еще в 1500 году до нашей эры. Их цивилизация охватывала полуостров Юкатан в Мексике, Гватемалу и Белиз. Считается, что в период расцвета своей империи Майя построили около 40 городов. Они также разработали сложную систему иероглифов, которая изучается с тех пор, как ее обнаружили современные ученые. Майя были искусными инженерами, астрономами и земледельцами. Это были посткочевые народы, которые селились на обширных сельскохозяйственных территориях, где могли выращивать кукурузы и другие виды овощей. Археологи до сих пор узнают много нового от цивилизации Майя, исследуя ее руины. Город Чеченитсе, расположенный на полуострове Юкатан, является одним из самых важных мест, обнаруженных Майя в наши дни. Здесь находится 26 руин и всемирно известная пирамида Эль-Кастильо. Она состоит из ряда квадратных террас с лестницами на каждой из четырех сторон храма. Она была построена в знак уважения к божеству пернатых змей. Майя были такими гениями архитектуры, что им удалось построить пирамиду, отбрасывающую особую тень. Точнее, поздним вечером и во время весеннего и осеннего равноденствия пирамида отбрасывает несколько треугольных теней, которые создают иллюзию ползущей по пирамиде пернатой змеи. И все это они создали, не имея никаких современных технологий. Город настолько удивителен, что с 2007 года считается одним из семи чудес нового света. Империя Майя процветала более шести веков благодаря мудрой системе управления ресурсами и астрономическим знаниям. Они умели точно предсказывать затмение и, используя свои примитивные технологии, могли даже определять местоположение Венеры и Марса. У них было все необходимое, чтобы процветать гораздо дольше, чем на самом деле. Именно поэтому падение Майя так интригует современных ученых. Никто до сих пор не смог до конца понять, что привело их к гибели. Так было до недавнего открытия. Исследование, проведенное НАСА, утверждает, что может объяснить, что могло произойти. Ученые обнаружили образец которые относятся ко времени предшествовавшему краху цивилизации. Анализ показал нечто совершенно новое о Майя. Вместо предполагаемых утверждений о том, что Майя исчезли из-за страшной болезни или какого-то затяжного конфликта в регионе, это могло произойти из-за вырубки лесов. Возможно, чтобы построить всю свою империю, им пришлось вырубить много деревьев. Без деревьев почва могла размыться и все их плодородные земли медленно и постепенно стали бесплодными. По мнению ученых НАСА, температура в регионе могла подняться примерно на 6 градусов и с этого момента земля стала бы еще более сухой и урожай было бы сложнее выращивать. По сути, НАСА утверждает, что Майя не могли заниматься единственным делом, которое обеспечивало им процветание — сельским хозяйством и их царство начало приходить находкой. Археологи обнаружили скелеты времен Империи, у них были заметные признаки недоедания. Эта теория действительно может пролить новый свет на историю Майя. Она может объяснить, что привело к Гивеле столь могущественной цивилизации. Что скажете? Какая теория верна? Удалось ли нам на самом деле выяснить причину падения Империи Майя?